Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Кравцов Сергей. Я начинаю такой новый философский контент. Буду очень рад, если вы напишите свой отзыв. И, соответственно, мы с вами решим, оставлять этот формат общения или не оставлять. Я вижу, что вам, в принципе, нормально заходит, когда я снимаю на обычную камеру. То есть сейчас я снимаю на свой мобильный телефон, в принципе, все домашние выпуски. Ну, я тоже снимал на мобильный телефон, и они вроде как пришлись вам по вкусу. И сегодня мы с вами обсудим тоже в каком-то смысле такой домашний выпуск, потому что, на мой взгляд, он не может быть здесь абсолютно научен. Он касается философии, касается личностных убеждений каждого человека. Поэтому, так или иначе, мы, соответственно, с вами сегодня погрузимся в такую философию. Для этого я решил сделать плейлист такой домашней философии. Поэтому, кому интересно, пишите ваши вопросы в комментарии, самые разные. Здесь я, соответственно, буду развивать такой вот сложный тематический контент, который будет, на мой взгляд, неуместен в других плейлистах. Итак, дорогие друзья, давайте приступим к тому, что мы сегодня обсуждаем. Такой очень интересный, животрепещущий, я бы сказал, вопрос. Вопрос, который обсуждали миллионы людей на протяжении, в общем-то, миллион лет существования человечества. Есть ли Бог? И, в общем-то, я бы хотел подчеркнуть, что я буду обсуждать этот вопрос в принципе в целом. То есть, неважно, в каких конфессиях существует этот вопрос. В плане существования Бога христианского, в плане существования буддизма, реинкарнации. Ну, или, может быть, допустим, в плане существования Бога иудейского. В целом, мы будем обсуждать вопрос о существовании некой великой сущности. И мы будем обсуждать вопрос в целом. Может быть, конечно, на примере христианства, так как большинство моих подписчиков, я так понимаю, христиане. Вот. И, в целом, о наличии у этой великой сущности неких мессий. Коими были, если, соответственно, вы не знаете, помимо Иисуса Христа, да, был мессий у нас Моисей. Соответственно, ну, неким мессий не богом является сам Будда, можно так сказать, да. Вот. К сожалению, с мусульманской конфессией я не очень хорошо знаком, поэтому даже не буду туда заходить, так как это моя слабая сторона, и я фактически там на данный момент, ну, ничего серьезного не знаю. Ну, кроме того, что, конечно, Мухаммад, да, был в мусульманстве и является тоже, насколько я понимаю, мессией. То есть, неким посланником от Бога, но самим Богом, как таковым, не является. Это важный момент. И, раз уж мы начали не с Бога, а с мессий, я бы хотел и продолжить мессиями. В общем, смысл какой? Смысл в том, что я хотел бы с вами обсудить такой философский концепт, такой философский вопрос. Я хочу, чтобы вы на него ответили в комментариях, может быть, мы продолжим его обсуждать или закроем. Но для меня это является неким неологизмом во всех религиях, да, где присутствуют предсказания о том, что к нам в будущем придет мессия, может быть, это будет связано с концом света, да. Ну, не во всех религиях, во многих, так скажем, что может существовать некий, соответственно, посланник Бога, который, соответственно, к нам придет и как-то нас будет там спасать, чему-то учить праведному и так далее. Дальше сейчас я буду объяснять на примере христианства, но если мы возьмем кучу других каких-либо направлений, суть, думаю, останется та же, да. Есть некий посланник Божий, который должен прийти в современный мир, чтобы с этим современным миром взаимодействовать в правильных каких-то условиях, да, в таких условиях, в которых он, соответственно, будет нести Слово Божие. И тут очень важно отметить некий неологизм. Ну, давайте представим, допустим, я являюсь посланником Божьим. Как мне доказать вам, что именно я являюсь посланником Божьим? Что я несу истину, какое-то новое учение, которое осмыслено, да, в современной среде, такую осовремененную Библию, может быть, несу. И все у меня есть, да, есть эти знания, значит, и так далее. Но как сказать, что именно они являются новым заветом для всех ныне живущих людей, да, что это последняя точка в инстанции, так скажем. Ну, и тут многие из вас скажут, ну, так ири чудеса и рассказывай вот этой толпе, да, все свои новые правила. Какие проблемы? Ходи по воде, не знаю, летай по воздуху, превращай воду в виски, в виски, и все будет, в общем-то, замечательно. Так-то оно так, только вспомните, что у мессий было всегда ограничение на свои силы. То есть они не являются некими супергероями, которым их сила, данная Богом, да, она всегда при них, и я могу там бластерами из пальцев, да, стрелять, или, я не знаю, моря просто как аквамен, моря раздвигать, сдвигать, раздвигать, сдвигать. Суть в том, что, допустим, я как мессия, чтобы внес свое, ну, так скажем, учение правильно, я ограничен в воздействии на людей. Я тоже прохожу некое испытание веры, и я должен донести до людей эту веру, соответственно, как бы без использования читерства, да, потому что понятно, что можно всех, ну, можно вообще огнем и мечом заставить всех верить во все, что угодно, да, особенно если ты один такой на деревне первый парень, который, в общем-то, там в огне не горит, в воде не тонет, там, ну, и так далее, да, обычные свойства супермена какого-нибудь. Вот, но нас интересует другое, что мессия как бы ограничен в своих, он не является, да, в возможностях, он, мессия, ограничен, и он не является неким суперменом, который, соответственно, способен, так скажем, ну, раздвигать огонь и воду, да, управлять ими, там, прыгать с самолета без парашюта и тому подобное. То есть, он только, когда, обратите внимание, вот возьмем Библию, то есть, когда уже Моисей вел вот этих конкретных евреев, он являл им чудеса Господние. Когда, ну, то есть, смотри, он вел отдельные, отдельную группу евреев, которая поверила Моисею. Это были отдельные взаимодействия, то есть, не было такого, что он ежедневно ходил и такой там, «Ха! Хочешь, чудо? Сейчас покажу тебе! Хочешь прикол? Смотри!» Вот, то есть, такого же не было. То есть, соответственно, Иисус точно так же, да, он там, кому он Петру ухо прирастил, напомните мне, напишите в комментариях, Петру ли он ухо прирастил, там, потом все вот эти чудеса, которыми являл, там, бесов изгонял, по воде ходил. Смотрите, в чем главная суть? То, что он, обратите внимание, в большинстве своем, они эти чудеса являли своим сподвижником, тех людям, которые уже неоднократно ему доверились, кому они поверили и так далее. Но учение свое внес в устной форме. И, в принципе, для тех времен устная форма учения, она могла быть неким, да, способом, ну, из разряда «ты для меня брат, братан, братишка», мы с тобой там от, допустим, были какими-нибудь рабами, от рабовладельцев этих бежали, многое прошли, да еще ты мне про Бога своего рассказал, в принципе, я не против, давай в этого Бога верить, классные правила, да, и так далее. Тут ситуация на сегодняшний день немножечко другая, немножечко другая ситуация. Уже нету, да, той средневековой ситуации. Люди думают, люди проверяют, люди задают вопросы. И возникает очень много вопросов к тому человеку, который назовется Мессией, и будет что-то там проповедовать. Он должен это, какие-то веские доказательства на это иметь. Какие веские доказательства, если у него нет суперсилы? В общем-то, пишите свои варианты ответов в комментарии. Этот вопрос оставляем открытым. Когда я о нем читал, назывался он «Парадокс Христа». Так что вот можете писать какой-нибудь хэштег «Парадокс Христа» и дальше комментировать все обстоятельства. А мы продолжаем потихонечку двигаться и отвечать на вопрос «Есть ли Бог?» Еще одним главным свойством многих религий является их символ. Ну, опять же, на примере христианства есть крест, да, который является символом христианства. И если мы, соответственно, как бы олицетворяем себя с этой религией, то мы верим в то, что это не просто, ну, бижутерия какая-то, да, которую я на себя повесил, а он должен обладать какими-то магическими свойствами, да. То есть он должен как-то меня охранять, он должен как-то воздействовать на мое тело, чтобы я, соответственно, так скажем, получал какие-то бонусы даже в отношении, ну, как антенка для связи с Богом, да. Соответственно, чтобы это все дело работало лучше, я, допустим, ношу нательный крест как антенну, и если я беру ее в руки, я ее сильнее активизирую, да, и благодаря этому, соответственно, связь с космосом, в общем, налаживается лучше. В чем сложность вот этой концепции, да, антенны с Богом? Дело в том, что на сегодняшний день, допустим, в христианстве антенкой является крест. До этого, в принципе, ну, так скажем, с исторической точки зрения, не помню, в каком веке загуглите, ну, вы знаете, многие, если христиане, вы знаете, что в христианстве рыба была, рыба была долго очень символом христиан, да, и, соответственно, уже гораздо более поздним варианте христианства появился крест. А теперь представим, что рыба осталась, да, просто на минуточку отвлечемся, и представим, как забавно бы смотрелись эти священники в фильмах ужасов, которые рыбы пытались бы изгнать бесов. Ну, в общем-то, дорогие друзья, это очень просто призабавнейшее явление, на мой взгляд. Вот, а парадокс символа заключается в том, что, ну, допустим, как в христианстве измерили, что именно этот символ должен быть, почему не рыба? Почему рыба, получается, принимает хуже, да, сигнал от Бога, чем крест. Крест принимает лучше. То есть, кто измерял эти баллы, почему именно, ну, то есть, крест. Ну, я понимаю то, что он символизирует муки Христовы. Ну, в общем, муки Христовы могут символизировать, ну, с такой же удачей, и символ терновника, да, который, терновый венец, допустим, да, который на нем был. И почему не он? Почему я просто не терновый венец ношу? Его изобразить тоже очень, допустим, просто. Просто круг и какие-то ежики, к примеру, да. Вот. Куча вариантов. Куча вариантов, как очень просто изобразить свои, да, какие-то символы Христа. Пожалуйста, пишите мне в комментариях, как бы вы, соответственно, какой бы символ вы христианству новый подарили. Об этом очень много, на самом деле, споров, почему христианство именно крест-символ, потому что, соответственно, еще это, ну, если мы возьмем огромные, да, вот эти распятия с Иисусом Христом, и иногда это выглядит очень трэшово, потому что дети реально пугаются, особенно вот не у нас, соответственно, у нас в России основная, в конце всего, это православие, да, а вот если мы возьмем вот эти вот, по-моему, в католичестве, да, огромные кресты, на которых статуи Иисуса Христа, вот эти очень человека такие подобные, похожие прям, они, конечно, многих деток пугают. Такие вещи наносят, мне кажется, некие даже, возможно, психотравмы небольшие, вот, ну, потому что здоровый, прававый дядька, висящий на кресте, конечно, в детстве это, ну, жутковатое зрелище. Ну, и в целом, как-то, не знаю, олицетворять Бога с какими-либо мухами может быть несколько неправильно, как вы считаете, пишите мне об этом тоже в комментариях. Окей, скажете вы, если тебе не нравится крест, ну, то, допустим, выкинь его, да, и, в общем-то, ты можешь ничего не носить, и просто, соответственно, верить во Всевышнего, не используя для этого какие-либо символы. Зачем тебе это надо? Верь просто в какого-либо Творца. И многие на этом останавливаются. В принципе, скажу вам честно, я тоже на этом остановился. То есть, многие говорят, что это такой агнецистизм, да, агностики, люди, которые говорят из разряда Бог на 50% есть, на 50% его нет. Не будем в это, соответственно, ударяться очень сильно в эти концепции. Я хочу рассказать вам какую-то новую информацию, прогностиков. Вы можете загуглить, почитать такое, тоже есть. Я себя к ним не совсем отношу. Другое дело, что, соответственно, чтобы принять точно, есть ли Бог или нет, получается, что нам нужно, если мы хотя бы как-то добираемся, добираемся, да, до науки, около научной тематики, ну, нам нужно померить как-то, а есть ли Бог, посмотреть, может быть, какие-то следы его остались, да, в этом мире пребывания и так далее. И в науке есть единственное, на что можно упираться, это так называемая теория разумного замысла. Природа очень сложная, человек очень сложный, кто-то даже принимая, в принципе, принимая теорию Дарвина, да, в каком-то смысле мы можем сказать, а вот кто-то же этот первый микроб закинул в космос, там, в планету и так далее, кто-то же рассчитал, что он так будет делиться. И, в принципе, вот отсюда уже выдвигается новая, современная теория разумного замысла, современный Бог, который является ученым, а не просто бородатым дядькой, сидящим на небе, который, так скажем, проводит, возможно, на планете Земля какие-либо исследования, и тогда, как бы, все наделяется определенным смыслом. Однако, старые тематики, когда Бог наказывал за то, с кем вы спите, в какой позе вы это делаете, в какую одежду вы одеваетесь, да, или, допустим, какие мысли иногда вас посещают, в общем, за это Бог уже перестает новой концепции религии такой наказывать. И, я думаю, что постепенно все религии, они становятся более современными. и рано или поздно мы придем к такой концепции разумного замысла и поставим точку в этом вопросе, да, то есть, мы в принципе, так как все-таки, ну, на мой взгляд, по статистике, верующие всегда побеждали, их количество, да, было больше, соответственно, нам требуется просто современный взгляд на вопрос наличия Бога. Вопрос не в том, есть ли Бог на самом деле, вопрос стоит гораздо глубже, в каком виде он присутствует, что мы называем Богом, называем ли мы Богом саму Библию и свод правил, которые там есть, или другие какие-либо учения, или мы называем Богом конкретную сверхсущность, которая создала все живое, все сущее, включая человека, или только тот старый свод правил. Тогда возникает, в общем-то, полемика, да, когда мы выбираем свод правил. Но если мы отталкиваемся от простой логики и просто теории разумного замысла, тогда этот свод правил нужно, получается, осмысливать. с учетом наших современных знаний, дорогие друзья. Есть ли Бог или нет принимать это решение только вам. Я желаю вам быть здоровыми и подписаться на мой канал обязательно, написать свое мнение о новом формате в комментариях, а также соответственно стучаться ко мне в гости в инстаграм, там у меня такой простенький лайфстайл. на мой programa «Мой» мой мой «Мой» Продолжение следует...